Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Ну что ж, Новый год в полном уже разгаре. Долго готовились к его встрече, встретили, и теперь уже живем в новом 2023 году. Значит, стоят у нас новые цели, новые задачи, и, может быть, кто-то стоит перед выбором своей будущей профессии. Почему? Потому что время такое, что кто-то вынужден поменять профессию, а кто-то впервые себе ищет какую-то специальность. Они бывают самые разные. И здесь у нас в студии тоже бывают самые разные люди, которые рассказывают и о своих профессиях, и приглашают к себе новых, скажем так, соискателей будущих самых разных должностей. И в данном случае у нас сегодня в гостях заместитель командира батальона патрульно-постовой службы муниципального управления Люберецкой МВД России Денис Вадимович Письменный, подполковник полиции. Здравствуйте! 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 Ну, вообще-то, подполковник полиции, это звучит гордо, потому что так, капитанов, лейтенантов, ну и майоры, они есть, подполковник. Сколько нужно прослужить в органах, чтобы стать подполковником? Я служу с 2008 года, и сейчас мне 43 года. Да, и вы уже... Звание мне только вручили сегодня. Сегодня вам вручили? Ай, какая прелесть! Ну, тогда мы вас поздравляем! Спасибо! Ну и как чувствует себя подполковник? Чем отличается подполковник от майора? Чувствую себя гордо носить такое звание. Понятно. Ну, мы вас поздравляем, конечно же, это важное событие. Видите, сразу на телевидение пригласили. Так вот бывает в жизни. Так что у нас свежеиспеченный подполковник. Я почему так интересуюсь этим вопросом? Потому что сегодня мы будем говорить даже не столько о той работе, которая велась, ведется и будет вестись, а именно о тех людях, которые работают. И, собственно говоря, в нашей сегодняшней программе мы попытаемся, может быть, кому-то жизнь даже, скажем так, выстроить. Что такое сегодня патрульно-постовая служба? Вот это ППС, это мы видим этих людей. Кого-то полиция написана. Да, да. У кого-то ППС написано. Ну, вообще полиция, да, написано в основном. Ну, патрульно-постовая служба, это та служба, которая, все мы ее видим, без нее мы... То есть она не прячется, она... Не можем обойтись, да, она занимается, мы занимаемся охраной общественного порядка. Это основной принцип ее работы. И пресечение, так сказать, уличных преступлений и административных правонарушений. То есть вот слово патруль, которое мы знаем, и, скажем, военный патруль, полицейский, милицейский когда-то патруль. Я уж не знаю, там бывают, были какие-то домовые патрули. То есть все понятно, что речь идет о том, что идет какое-то постоянное наблюдение за той ситуацией вверенного участка. Да, чтобы наши граждане в нашем городе, замечательном Люберце, да, жили спокойно, чувствовали себя спокойно. Ну, смотрите, конечно, работать полицейским... У нас здесь были самые разные представители, я имею в виду, специальности, которые имеют отношение к полиции. Они тоже есть разные. Кто-то работает в кадрах, кто-то работает инспектором ГИБДД, кто-то работает в уголовном розыске. У каждого к чему лежит душа или как жизнь сложилась и так далее. Но вот патрульно-постовая служба, многим кажется, что это такое какое-то как начало трудовой такой деятельности, когда ножками надо походить. Это же очень такая сложная работа. И там тоже есть, наверное, младший какой-то состав, да, есть начальники, которые живут. Да, конечно. Вот давайте мы немножко поговорим, почему вы, как подполковник патрульно-постовой службы, можно так сказать, предлагаете сейчас молодым людям, чтобы они задумывались над тем, чтобы выбрать эту профессию. Чем она хороша? Вы знаете, общаясь с людьми и с молодежью, и вообще в целом, сейчас многим в наше время хочется стабильности и уверенности. Что сейчас, в данный момент, государство наше в лице МВД предоставляет... Гарантирует. Да, даже не предоставляет, а, можно сказать, гарантирует такую возможность. То есть мы набираем людей, это... Какой возраст? От 18 до 35 лет. То есть в патрульно-постовую службу можно... Не обязательно высшее образование, то есть достаточно среднего образования, средне-специальное, но обязательно служба в армии. Ну, как мы знаем, сейчас в армии год служить, поэтому как бы тут... Да, но сейчас еще, видите, и возраст немножко там меняется. То есть, ну, в любом случае, у вас пока от 18 до 30. Да, от 18 до 35. И уже, так сказать, оформившись на работу, сотрудник уже гарантированно у него получает оклад от 50 тысяч рублей. Я считаю, в наше время это вполне достойный оклад. То есть это как, там, чистыми, грязными? Это, так сказать, ну, минимальный, можно сказать, оклад. Да, да, 50 тысяч рублей с надбавками, с этими... Ага, да-да-да. Я понял. Вот, то есть как бы он получает на руки. Ну, это неплохие деньги поныщено. Да, поэтому 50 тысяч, и если дальше идет выслуга лет, какое-то повышение, то есть... А выслуга начинается с первого дня работы? Да, выслуга... Уже человек заступил стажером, он уже считается работником, сотрудником МВД. У него уже идет зарплата во время стажировки, и уже начинается стаж работы. Так, хорошо. Вот он поступил. Понятно, что если мы не говорим о высшем учебном заведении, то есть человек пришел после армии, то есть фактически, да, у него образование может быть среднее или среднее, специальное. Вот. И он поступает к вам на работу. Что он получает там? Форму? Он получает, во-первых, медицинское обслуживание гарантированно, да, стабильный график у нас рабочий в патрульно-постовой службе, это 2-2 у нас работают. Это как понять, 2-2? Не каждый день. То есть 2 дня работаем, 2 дня отдыхаем? 2 дня работаем, 2 дня отдыхаем. Ага, потом опять 2 дня работаем. Да, либо как бы ночные есть смены. Ага. Тоже как бы в ночь две смены, да, потом у него там отсыпной и выходной, то есть как бы нормальный рабочий график, стабильный. Он получает медицинское обслуживание, форменное обмундирование. Несколько, я так понимаю, вариантов, да? Ну, конечно, зимнее, там, всесезонное, да. То есть полностью обмундирование выдается. Поэтому это не со слов, а я вот сейчас перешел с ГИБДД, так сказать, со службы. Все, я получил полностью. То есть вы в новеньком всем, да? Да, полностью комплект обмундирования, то есть без всяких проблем я получил. Вот. А оно меняется как-то? На какой срок она дается, форма? Ну, я не могу сейчас сказать, потому что приказы меняются, да, поэтому... Да, у вас есть еще вот этот приказ на зимнюю форму как-то? То есть нет, имеется в виду приказы по ношению форменной одежды, там, я не помню, не могу точно сказать сейчас, какой срок, но в целом это не на всю жизнь. Не на всю жизнь, понятно. Да, то есть оно обновляется, скажем так. Хорошо, и так, форма, медицинское обслуживание, рабочий график плюс отпуск, наверное, да? Отпуск от 47 суток, если я не ошибаюсь, то есть хорошая отпуска. Потом возможность бесплатного обучения в структурах МВД, оплачиваемый учебный отпуск предоставляется. То есть человек пришел без высшего образования, и он впоследствии может поступить в институт. Это у нас как бы, ну, поощряется, если человек хочет стремиться к чему-то. Если стать там высшим офицером. Да, отучиться, все, и продолжить дальше работать, и отучиться. Все это бесплатно предоставляется, то есть получить высшее образование. Понятно. Хорошо, такой вот вопрос. А какие документы нужны сегодня, чтобы человек смог, и как это вообще процесс происходит, куда он их должен предъявить? Ну, происходит процесс, он приходит непосредственно к нам. Это вот город Люберцы, улица Котельническая 7, на первом этаже. Там есть батальон патрульно-постовой службы. Так как у меня должность называется с личным составом по работе, то есть непосредственно ко мне. Вот, так что запомните нашего гостя, Дениса Вадимович. Если вы сегодня задумаетесь над тем, чтобы сразу 50 тысяч форма медицинское обслуживание, 2 дня работы, то у вас есть шанс встретиться уже непосредственно. Ко мне, соответственно, паспорт, военный билет, если есть документы об образовании, значит, образование. Плюс, что немаловажно, для иногородним предоставляется, то есть решается вопрос по жилью, общежития. Да, или, в общем, эти вопросы как бы решаемы, ну, в порядке законодательства нашего. То есть... А набор как происходит? Он в какое-то отдельное время или в любое время? Нет, набор не происходит. Просто человек, если решил, решил попробовать, решил пообщаться, поближе, так сказать, узнать. Пойдет, не пойдет? Да, он приходит, мы с ним разговариваем, беседуем. А справка нужна какая-то медицинская? Справка – это потом, если мы с ним нашли консенсус, я вижу, что человек действительно хочет работать, действительно настроен работать, потому что трудоустройство тоже не очень быстрое, не как в коммерческой организации. Тогда мы его направляем в районную врачебную комиссию нашу медицинскую. Вот это важно. И его проверим. Соответственно, да, то есть человек как бы должен быть здоров, потому что патронно-постовая служба, она подразумевает себя и на улице стоять, ходить. Ну, это не только ходить. Вот мы во второй части сейчас поговорим, что это такое, сама работа. Пока мы говорим о вот этой технической составляющей. А что такое комиссия? Там проходит, ну, понятно, что физическое состояние, плюс, наверное, ну, какие психологические еще аспекты, да? Да, психологические тесты. Это самый важный момент. Да, 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 сдает все. Потому что это же люди, которые... Ну, она состоит из нескольких частей, он проходит, соответственно, медицинских врачей, анализы. И, соответственно, там есть центр. Она долго проходит, эта комиссия? Ну, и всегда по-разному. По-разному. Да, я не могу, нету временных рамок каких-то, то есть. Вот. И после этого, после прохода... Да, после этого врачебная комиссия дает заключение нам. Говорит, что человек... Годин. Допустим, Иванов годен для работы в патрульно-постовой службе. Все, дальше он приглашается, оформляется стажером, стажируется. А, еще стажировка идет, да? Да, идет стажировка. Сколько по времени примет? Тоже по-разному? Ну, порядка трех месяцев. Ага. Ну, стажировка – это он учит законодательство, соответственно. То есть он приходит на работу, он получает зарплату, учит законодательство, потому что, не зная законодательство... Конечно, он должен мне сказать, что вы имеете право как-то молчать. Да, работать невозможно. Да, и в целом, после чего, становится уже сотрудником. И такой вопрос. А как часто к вам сейчас приходят люди? И вообще, раз такой процесс... Ну, это не как, например, студентов куда-то набирают, да? То есть приходят, есть желающие? И все-таки больше в ГИБДД идут или куда-нибудь в другие ваши коллегам? Я бы не сказал, идут, в принципе, вообще в полицию идут. То есть молодежь приходит, да, в полицию приходит. Ну, по сравнению с 90-ми годами точно приходят. Приходят, да, но единственное, что они, конечно, пробуют, могут в одной службе потом перейти в другую, но в целом как бы в полиции остаются. Ну, приходят, да, в организацию. И, в общем-то, как я представляю патрульно-постовую службу, то есть мне все-таки хочется собрать батальон. А сколько должно быть в батальоне человек? Батальон у меня 180 человек. 180 человек. Батальон патрульно-постовой службы, чтобы она работала 2-2, чтобы было все нормально. Да, чтобы было все нормально. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Денис Вадимович Письменный, заместитель командира батальона патрульно-постовой службы муниципального управления Люберецкая МВД России. Сделаем небольшую паузу и вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Денис Вадимович Письменный, заместитель командира батальона патрульно-постовой службы муниципального управления Люберецкая МВД России. И говорим мы о том, как можно стать сотрудником полиции, в данном случае сотрудником патрульно-постовой службы. И вот тут сразу возникает вопрос, мы поговорили в первой части о том, как поступить, еще в конце напомним пару технических моментов. Начнем, я с точки зрения не полицейского буду задавать вопросы. Правильно ли я понимаю, что это люди, которые вот ходят по улицам городского округа Люберца, по определенным маршрутам? Они ходят, они ездят на машине. Да, и ходят, и на машины передвигаются, то есть экипаж это называется. Экипаж, да. То есть как распределяется эта работа? Молодых, наверное, ножками, а уже те, кто постарше? Нет, вы знаете, распределяется работа все равно. Так. Все распределяется по-равному, потому что человек должен поработать и в пешем патруле, и в автопатруле, и постоять на мероприятии. А, это только уход. То есть тут, да, не расценивается, что ты молодой сотрудник, ты будешь там год стоять. То есть таких видовщины нет у вас? Нет, нет, конечно, все распределяется по-равному, тем более, если молодой сотрудник, видно по нему, что он проявляет инициативу, он хочет работать, то, соответственно, как бы... Продвижение какое-то может быть. Ну, уже за ним наблюдается и продвижение, карьерный рост, там, командиром взвода, замкомандир взвода. То есть погоны могут расти потихонечку, да? Конечно, потому что люди же все равно уходят на пенсию. Ну, да. Что-то, личный состав меняется. Кстати, когда на пенсию выходит сотрудник патрульно-постовослужа? Хорошо, что вы задали этот вопрос, да. У нас льготная пенсия, у нас после 20 лет выслуги уже можно идти на пенсию. Представляете, 20 лет, ну, правда, не самой легкой, скажем, работы, сейчас мы об этом поймем, но тем не менее. Но, то есть, я могу остаться, а могу уйти, да? Такой принцип? Да, вы можете остаться, но только вы не можете уволиться, а потом... Вернуться. Ну, как бы уйти на пенсию, там, получать пенсию. А, нет, нет, я понял, да, да, да. Либо остаться, либо пенсия. Либо вы остаетесь, работаете, получаете зарплату и... Вот, смотрите, несколько моментов. Сегодня мы прекрасно понимаем, что люди, которые работают на улице, они работают по определенным маршрутам. Эти маршруты, они как-то выстраиваются, меняются? Да, они выстраиваются, конечно. Или они одинаковые, или разные? Нет, они перерабатываются, выстраиваются на основе анализа совершенных преступлений. Каких-то мест, да? Совершенных деяний, да, проводится анализ всего этого. Где концентрация, допустим, может быть больше преступлений, где... Потому что сейчас выстроены новые районы по Люберцам, поэтому сейчас очень это тщательно отслеживается. Вот, и с этим преступление уже совершается, у них есть адреса, так сказать... Ну, с какого-то, скажем, как вот на дороге говорят, опасная дорога, да? Ну, если сказать, да, с точки зрения ГИБДД, то место концентрации ДТП, допустим, да, то здесь тоже, вот, места концентрации, то есть порядок, какие преступления, ну, какого вида преступления, делается полностью анализ. На основании этого анализа разрабатываются маршруты патрулированных. То есть они не постоянные, что логично? Да, они меняются, в них вносятся корректировки, то есть здесь, как бы, проводится четкая работа. То есть люди не ходят, скажем так, бесцельно. Да, по одной и той же тропинке, где не может никого уже и не найти. Задачи, поставленные, скажем так, нам ими, естественно, внутренних дел, и это они должны выполняться. Сколько человек ходят в патруле в пешем? Тоже разные бывают. Вы знаете, в сутки заступает в сутки. Не в день, я имею в виду, а в сутки. Порядка 50 человек. Вот. Ну, ходят вдвоем, втроем, да? Вот так вот или как? Вообще... Как положено, скажем. Вообще экипаж состоит из двух человек, но допустим, как бы, из трех. В зависимости от ситуации и от маршрута патрулирования. Если он более сконцентрирован, там, на более неспокойный, то уже три человека туда. Может, там, направиться туда еще автопатруль. Там будет и пеший автопатруль. Более спокойный район, и там может быть задействован только там один автопатруль. Хорошо. А если поступает звонок, что в квартире такой-то происходит, там, драка или крики, или еще что-то, это к вам имеет отношение? Да, имеет к нам отношение. Это дежурная часть. Уже у них есть расстановка личного состава, они уже корректируют работу экипажей. Они выезжают по конкретным, да? Да, дежурная часть. То есть, грубо говоря, есть группа, которая просто ходит, чтобы... Нет, они же, если поступает звонок, и случилось на их маршруте, и рядом, конечно, у них есть радиостанция, это все происходит в эфире, они обязаны отреагировать. А они имеют право поменять оружие, если... Конечно. Конечно, согласно закону о полиции, он такой же сотрудник, они ходят вооруженные, с радиостанцией, со спецсредствами наручные. Давайте три примера рассмотрим, они самые распространенные. Алкоголь, да? Тема, когда человек в пьяном состоянии совершает какое-то, ну, либо административное нарушение, ну, там, ну, вариант. Молодые люди сидят, распивают пиво на детской площадке, это одна история. Вторая, это когда какая-то идет драка алкогольная с участием, где уже небезопасно. Вот как здесь это работает? Тоже кто-то вызывает? Или если, например, на пути патруля это происходит, задержка происходит, да, этих людей? Ну, конечно, сотрудник полиции обязан вообще реагировать на все ситуации, то есть даже... И что, всех в кутузку сразу или как? Нет, ну, даже не те ситуации, которые вы провели. Да, распивают, за это есть административное наказание, драка, там, побои, за это есть, там, уголовная ответственность, скажем так. И сотрудник полиции идет, он не должен проходить рядом, даже не имея форменного амбудирования, можно сказать, согласно всего законодательства, я вот по гражданской форме одежу, можно сказать, я все время нахожусь на работе. То есть, если совершается какое-то преступление, ну... Вас уже автоматически срабатывают. Он обязан, даже и как человек, как гражданин, и, соответственно, как сотрудник полиции отреагировать на это преступление. Поэтому тут ничего мимо не проходится, и в зависимости от разных ситуаций, как позволяет законодательство, можно сделать замечание, люди поймут. Я понял. Соответственно, если это драка, то уже замечание не делают. Доставляются в отдел полиции, потом уже разбираются. Если людей двое, а там людей много, то сотрудники полиции, соответственно, уже вызывают помощь. А если, например, жизнь такая, труп обнаруживается, то вызывается уже уголовный розыск или как это делать? Ну, вызывается группа следственно-оперативная. Она создана из нескольких человек. Которая специализируется на этом вопросе. Да. Еще такая важная тема. Мы, к сожалению, от нее не уходим. И есть такое ощущение, что она постоянно с нами. Это наркотики. Мы знаем, что для этого есть специальная служба. Но, тем не менее, каким-то образом вы тоже связаны. Да, сотрудники полиции очень тесно связаны с этим вопросом. В плане того, что пресечение этих преступлений направленных, так как патрулирование на улице. Но раньше были квартиры, сейчас закладки. Молодые люди этим промышляют. Поэтому я и к чему начал. То, что стажировка, когда человек стажируется, он учит законодательство, его старшие сотрудники. Это уже, я не могу объяснить с точки зрения книги и буквы. Но это уже, так сказать, профессионализм сотрудника полиции. Когда он уже по человеку видит. То есть, вы, если пройдете, вы, может быть, не увидите. А если сотрудник полиции, может быть, проходит, он видит по поведению какой-то... Не хочется сейчас... Да, я понимаю, я понимаю. Да, озвучить в эфире. Но если это профессиональный сотрудник, да. И это очень у нас направленная работа по этому поводу ведется. И по поводу этих закладчиков, всем. То есть, преступления, они происходят эти на улице. Поэтому мы в целом связаны, наши службы... Я понимаю. Тем более, сейчас еще один вопрос немножко затронул. Даже люди, кто любит животных, могут к нам приходить, так как у нас есть должности полицейский кинолог. Соответственно, это тоже связано с животными, с собаками. Где-то у нас рейды проводятся по наркотикам. Поэтому, потому что лучше собак еще никто никого не придумал. Это да. Сегодня, к сожалению, мы уже завершаем. И те люди, которые, я надеюсь, после нашего эфира, возможно, к вам придут и устроятся, и станут работать в патрульно-постовой службе, всему обществу и руководству МВД, безусловно, всем нам хочется одного. Чтобы мы были взаимовежливы. Ну, чтобы, конечно, соблюдались все правила закона. И хочется пожелать, чтобы те люди, которых вы набираете этот батальон, как вы говорите, чтобы это были действительно помощники и те люди, которые всегда вовремя. Вот еще такой важный момент. Всегда вовремя, когда вы правильно говорите, вы уже знаете городской округ, куда, что, где может произойти. Знаете, это как вот, работая в новостях, я иногда даже мог новости спрогнозировать. То есть это такой профессиональный уже подход. Поэтому мы желаем вам новых, хороших сотрудников. И предлагаю через какое-то время, берите самых лучших, приходите к нам, и просто поспрашиваем, как они это делают, потому что это интересно. Ведь важно показать и действительно работу. И, слава богу, хочется, чтобы никогда у нас не повторились времена, когда люди, увидев милиционера, куда-нибудь почему-то начинали переходить по другую улицу. Взаимная вежливость. Ну, а для работников полиции, как вы уже сказали, в нашей программе есть очень хорошие, действительно, скажем так, льготные условия, потому что работа сложная, и можно сделать хорошую карьеру. Спасибо большое, если можно, еще адрес повторю. Да, конечно. Да, вот, если кому интересно, кто-то заинтересовался работой, город Люберцы, улица Котельническая, 7А, первый этаж, это УВД Люберецкая, батальон патрульно-постовой службы, письменный Денис Вадимович. Все. Телефон можно посмотреть в интернете, как все знают. Найдут, да, найдут. Действительно, Денис Вадимович Письменный, заместитель командира батальона патрульно-постовой службы муниципального управления Люберецкой, МВД России, был гостем нашей сегодняшней программы. Задумайтесь, возможно, найдете себе профессию, будете о нас вспоминать хорошо. Всего вам доброго. Спасибо. Всех ваших коллег через вас с Новым годом. Спасибо. Вас еще раз с новым званием. Спасибо большое. Надеюсь, в следующий раз полковника встретите. Надеюсь. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова